друзья привет привет канал душно меня зовут саша точные затесты вы уже поняли по антуражу даже не знаю что вам рассказать побольше или поменьше сегодня ездили в каширу это где-то километров 40 отдача есть прикольный магазинчик с русским вином там много чего хорошего действительно хорошего ну и какое-то говнецо местное продается миль стрим никогда такое не слышал я всегда выбирал услышите птицы как орут это они так верещат когда боятся что кто-то претендует на их гнездо там видимо какие-то у них свои разборки вернемся к вину и я там всегда беру вино подороже других брендов еще не думать дай дам шанс собственно этому миль стрима и выбрал игристый вино как вам вот эти вензеля но вы готовы узнать чье имя стоит под этим вином а в это анжелика варум так что сегодня мы у нас будет саундтреком который правда не будет звучать песни анжелики варум какая у вас любимая элегантно думаю что говно ужасно но попробуем анжелика не подведи таки пахнет не ужасно проверю микрофон традиционно пью за ваше здоровье ну я так скажу пробовал я вина и поговенье но рекомендовать не буду затянулась мое алкоголическое вступление а между тем у нас сегодня вторая часть за тестов от олеси первым life вы на нее подписались в телеграме я видел что даже после моего видео интересовались по поводу мятки в распиве может быть что-то из сегодняшнего вас тоже заинтересует 6 арматов я их поразнашивал но не могу сказать что я прямо ответственно поднюю их разношивала ну чуть-чуть поносил вы по крайней мере на коже то сейчас будет не то чтобы первое мое знакомство с этими ароматами сегодня драматургия сегодняшних слепых за тестов устроена следующим образом первые последние будут такие кита они мечны а в центре будет какой-то взрыв сладкого фруктового кислого гурманского в общем будет яркий аромат а несколько из них даже как-то похожи друг на друга но начнем мы с 7 я напомню что 7 он потому что уже есть видео если вы его вдруг не видели то волком будет ссылочка где был обзор на первые шесть и так буду подглядывать конечно свои шпаргалки и кстати впервые буду разнашивать эти ароматы с блоттеров так 7 включилась тревога я сейчас так долго ребята не на мне не надоедает жаловаться вам об этом я так долго возился с установкой камеры и сейчас мне кажется сейчас все к чертям полетит буду потом пост слепой за это записывать ничего страшного и так 7 а напомню еще что олеся предупредила что из этих 12 ароматов 6 из которых позади один будет люксовый только и два каких-то артизанских таких российских парфюмеров не знаю поможет нас этой да запутает но 7 говеный пишу какая-то совсем ерунда начинается медицинская травянистой ноты в скобках ставлю возможно это эвкалипт но действительно какая-то знаете это какой-то настойкой или какие-то чаи которые бабульки покупают в аптеке и они уже не помогают да вот они только за счет не сильно приятного запаха создают такой эффект как анти я не знаю кора дуба здесь может быть есть все это абсолютно непонятно зачем нужно потому что вот это вот этот взрыв аптечный он потихоньку будет затихать и где-то там какие-то анемичные лимончики будут проскакивать такие леденцовые и все это будет уходим затухать это абсолютно не интересно неносибельно ну знаю что там есть несколько каких-то артизанских я правильно говорю ну вроде так говорят парфюмов я пишу что предположу что сделано из говна и палок в одну в одушке в мытища у меня было злое настроение вчера очень неприятный для меня даже не знаю что здесь предположить я не понимаю зачем такое носить он тихие невыразительные не оптимистичные неглубокий никакущий что самое странное когда я его уже разносил я вспомнил один аромат который вы все обожаете и сейчас наверное заклюете меня у гуся эльганзе есть аромат лимончелла чет там такие тоже анемичные какие-то цитрусы страдающие в таком синтетическом исполнении и вот что-то у них есть общее я ну почти уверен что это не он потому что мне было такого аптечного старта но сами вот эти погибающие синтетические цитрусы как будто бы схожи обещаю что из шести ароматов только один буду так ругать все остальные посимпатичнее ну это прям ерунда вот честно пишите если он кому понравилось может быть уже кто-то подозревает что это а я между тем готов его вскрывать потому что вряд ли расскажу что-то новое и так седьмой аромат это у нас камила робинсон хемингуэй российский парфюмер тематическая направленность ароматов но ты белый дуб ухты а я дуб то сказал кору дуба ту юн знаете ли вы что такое ту юн я нет коньяк тархун ту юн тархун полы можжевельник зеленый мандарин зеленое яблоко нейроли или не роли камила робинсон ну может не дорос я до такого не знал мне не понравился ну может быть это для тех кто любит потише и вот такое что-то да ну я знаете что думаю я вот если не буду много болтать ребят я в принципе люблю когда те кто рассказывают про что-то будь то кино парфюмерия неважно критикует это жестко но не обидно просто и не знаю это какая-то тонкая грань и иногда пересматриваю свое видео и думал блин я все равно так аккуратничаю как будто сейчас кого-нибудь задею но что-нибудь скажу вам он скажет это мой любимый аромат и я думаю ну что же хорошего человека видел потому господи какая ерунда я же не чью мамку не обижаю ни про кого гадости не говорю я просто засираю ароматики ну это не имеет никакого отношения к личности человека да это просто ароматик это как засрать какое-нибудь блюдо или напиток почему я вообще должен задумываться про чьи-то чувства ну в смысле я обычно задумываюсь но тоже вообще категория не чувствительная короче друзья и камилу в том числе не обижайтесь а мы между тем переходим к восьмому аромату и если этот был анемичным то восьмой это просто мистер витальность боже он мне нравится расскажу про то как я его разнашивал я почти сразу вычислил что это манга будет смешно если это не оно и меня первая моя мысль что может быть это и есть тот самый единственный люкс и я подумал что может быть это круизный ангел не помню каком он там году выходил который мангл и мне он нравится но потом мысль моя двинулась дальше мне показалось что здесь подобно тому как мюглеровском шиприсим груша газируется с помощью пачули здесь точно также манга газе газируется газируется с помощью пачули и я подумал это манговый шипр а потом я начал думать какие я знаю манговые шипры и мне пришел в голову у меня был пробничек кстати от привет если смотришь знаю что смотришь шипр моджо от парли муа д парфам не до сих пор есть пробничек очень похоже убийственно громко убийственно сладко кисло жизнерадостно тропически просто какая-то бомба из сочного манга я бы был рад если бы все но хочется как девчонки хотя я тоже думаю почему нет и парням его носить насилие его летом потому что если бы я его слышал в шлейфе а он долгий и громкий то ничего кроме удовольствия я бы не испытывал ну что как вы думаете есть шанс что я угадал хотелось бы конечно так приятно чё-нибудь угадывать мы посмотрим хотя бы по нотам короче не терпится восьмерка нет я не угадал это с никак жопа а и с с с букет от angel for angels парфюмер из питера на секундочку у меня сложились очень хорошие отношения с его духами а как зовут парфюмера из питера не написано а с ее с ее духами этот мой самый любимый ну слушайте правда огонь вот это я если прошлое была какая-то ерунда то это прямо гордость берет за русскую парфюмерию это огонь маракуйя маршмеллоу бергамот манга нету ну манга маракуйя ребята все в одну сторону роза жасмин мед пачули сандал кедр мускус интересно полезем гуглить сколько стоит чё нам куда нам торопиться с букет с как это переводится с букет я даже не на фрагу а вот с букет это название бренда обложена такая какая-то роковая красотка здесь на обложке нарисовано в платье и типа она должна играть на фортепиано но на фортепиано стоят но она не использует фортепиано не по назначению там стоят флакончики магазин переходим в магазин всем советую на сайт это зайти блин аромат правда огонь angel for angels углу ну ну смотрите 2 миллилитра стоит 450 рублей это я вообще считаю нормально 2 миллилитра не так уж мало но 15 миллилитров стоит 5 500 и тут бы я задумался честно говоря нехитрая математика мне подсказывает что 10 миллилитров 2 250 но что короче проще вот левантно купить 7 пробников по 2 миллилитра ну и честно говоря флаконы тоже какой-то особой красотой не обладают я ставлю вам чтобы немножко посмотрели на них хорошо но слушайте но аромат супер и мне пожалуй интересно посмотреть с чем его сравнивают так angel а angel for angel ангел для ангела чтобы это не значило ну вот фрага она не договорилась на фраге и не очень жаль я бы сравнил его с моджо шиппор ну кстати в принципе то я все правильно сказал в базе пачули ну да это шиппор только я сказал манговый а здесь маракуйя ну что же девятка у нас впереди у нас девятка я не помню девятка самый сложный я про него думал больше всего и так и не надумал чтобы это могло быть первая ассоциация у меня было что это чем-то похоже на дивин инфан от этот либо до оранж похоже я сразу понял что это не он но похоже с сочетанием каких-то с детских таких нот может быть детская присыпка кинь маршмеллоу и одновременно какой-то взрослый но то туалет немножко такой порочный мускус то ли табак горчащий но в общем что-то такое и вот на контрасте он очень странно вот с блоттера он звучит скорее более таким няшно детским а на руке вылезает сразу какой-то непотребство непотребство ну по крайней мере с моей кожи я сегодня в нем был практически полдня пока ездил в каширу с такое приключение мы уехали на полтора часа в итоге поездка заняла четыре часа спойлер каширский мост один не работает и ну типа когда все едут из области москву не выбирайтесь в это направление но мы хитро объехали все через городок с названием озера нашли там шикарную пельмешечную пельменную я там заказал себе пельмени огромные щи прям суперский с куском мяса и выпил компоты мне это обошлось в 390 рублей но мы на двоих это расширили забыл просто шикарно для кого-то я убрался до удалился от аромата но к чему я это вот мы ехали на машине и периодически я двигался и я его на грудь немножко брызнул микрофончик работай вот и он до меня доносился и был красиво начинается он немножко цветочно или даже лакокрасочно вот нет не лак для волос знаете вот у него такой рисковатый запах такой который мне кажется тоже немножко цветочный но дальше это все довольно быстро уходит в какой-то десерт с чуть-чуть такой горелой корочкой и стаканом молока вот такая у меня ассоциация это может быть люкс но я все-таки склоняюсь к тому что это ниша ну и здесь я даже предположение не буду делать что это я не знаю кстати сегодняшнем видео я тоже планирую делать ставки но если вы видите я сижу и такое все немножко но типа мрачешновато я потому что недавно прошел дождь а утром был солнце и вчера вечером был закат солнечный я наснимал всяких красивостей в общем тарковский и кто там еще красота у нас снимал да все снимали в общем прибуду с вами о это люкс так к сожалению это рушит мои идеи что я отгадал один из последующих ароматов что ж это и в сон лоран синема но он классный я кстати хотел попробовать потому что мне очень нравится флакон флакон красивый роскошный но ты цветок миндаля клементин цикламен какие-то заболевания звучат эти цветы но и видимо я правильно угадал жасмин пион ваниль амбра мускус бензоин вот интересно это же такая прям классика ребята если кто знает насколько вам там слышны пироги подгоревшие немножко ну классные я не уверен что мне надо хотя вот эту может быть этот пробничек еще поношу или оставлю опять-таки на даче когда куда-нибудь поедем потому что мне кажется он уже заикарился у меня сегодняшней поездкой мы с анжеликой продолжаем пить на смотрите за здоровье мы выпили за что еще выпьем да не знаю за все хоро давайте за то чтобы ну жилось так легко и с удовольствием ну анжелика какая-то сивуха лезет но она и стоит конечно даже не буду говорить не стыдно анжелика разочаровала а между тем предлагаю перейти к десятому аромату я думал что я его угадал это сладкий восток и я был уверен что это люкс мало того я подозревал что это опять повторяшка то что я предположил что этот табу от ровка дана каран нет короче табу классический аромат мне марина его колонна за теста он уже перекочевал к моей маме то что мне он не зашел и звучит он люксово здесь какие-нибудь есть гвоздики что-то здесь и от опиума есть ну как какие-то бальзамические штуки он как-то проходит на границе между ванильной какой-то гурманики и такого прямо востока востока люксового скорее почему я говорю вот и про опиум и про табу звучит ли мне не очень дорого ну то есть ну я считаю что если это ниша очевидно это ниша потому что люкс едва отече отечественных аромата посади то ну не знаю не уверен не уверен что за него нужно платить много что мне язык заплетается три глотка сделал анжелика что ты делаешь не знаю что-то какая-то гвоздика вылезает специя нет он красивый красивый возрастной женский классический люкс такой вот не столько цветочные сколько восточные вот направление почти уверен что восточные красиво ну если это стоит дорого то не вижу в этом большого смысла так смотрим ага это мазь майзон инсенс дом ладана если правильно перевожу этот тот аромат который уже был в этой подборке где было тубероза и фиге я про с ума сошел а это шипр если бергамот мандарин мимо белые цветы ладан апельсин пряности для троп и рис и ланг и ланг пачули кедр дубовый мох сандал мускус анималистические ноты ну что мне здесь будет интересно посмотреть чем его сравнивают шипр если чтобы это не значило ой ну кстати хотел засрать флакона нет ваше тоже красивый так смотрим смотрим ну пряности все правильно сказал с чем сравнивать 0 на самое интересное ни с чем ни с чем не сравнивают он настолько непопулярные что его ни с чем не сравнивают ну вот имейте ввиду ребята все конечно олеся классную сделала подборку очень нетипичные марки я таких и не знал толку ok 1111 для меня рифмуется с восьмым ну они наверху я наступил на микрофон прием прием слышно 11 похож тоже на 8 потому что это тоже тропикана женщина здесь куча каких-то тропических фруктов и я думаю что это еще могут быть белые цветы но тоже такие знаете азиатские и или может быть даже желтые такие хищные и которые вот дают такую сладость дурман еще я думаю что это тоже шипр потому что наверняка здесь тоже есть пачули и к базе он разгоняется запахом какой-то древесины такой нетипичные знаете ароматической но не ут конечно но вот чем-то таким не очевидным красиво громко навязчиво пост так звучит обычно современный женский нишевый профиль такой знаете ну который хорошо продается я думаю что у него много поклонников мне интересно было бы его поразнашивать поподробнее но это не совсем мое но мне он симпатичен опять-таки как и 8 могу дать рекомендацию вот просто носите его на ура уверен что будет миллион комплиментов мне кстати кажется что кто-нибудь будет его сравнивать с кирки они не то чтобы похоже но какие-то вот перебродившие фрукты здесь тоже присутствуют кратко сестра таланта 11 аромат ага это вильгельм парфюмери дерти вельвет помыла лист табака инжир ветивер соль и сандал сармат привет это один из любимых ароматов сармата на нем он меня немножко поддушивает и я вообще не фанат этого ароматы но собственно я ему его и подарил потому что там такая была хорошая цена на эти 18 миллилитров красивая в молекуле что я понял что одно мне надо себе взять и она тоже уже ушла продано одну сармату купить вот я ему подарил и это стало одни одним из любимых его ароматов я точно знаю что этот аромат собирает куча комплиментов ну мне вообще с вильгельмом какие-то сложные отношения не нравится не знаю все что не разнашиваю ну вроде бы неплохо вроде бы это но что-то там есть как это химозина которая не нравится последние ребят 12 ох и понаморочился я с ним почему я дергаю микрофон то что его как так подвесил что начинает немножко впиваться мне в шею и все бабок с ним я потерпел но просто мне кажется что вы будете слушать вот поэтому я его немножко от себя отталкиваю короче по поводу 12 мне кажется что есть некий шанс что я угадаю его но перед этим я расскажу как проходили мои размышления об этом аромате сначала я такой думал блин что такое знакомое на что-то похоже и мысль меня понесла что наверное это какой-то ветивер я еще маме дал понюхать да такой дымный и я подумал далек это ветивер противный неносибельный холодный да вот носил носил брызгался на руку на шею выгуливал думаешь уже ты за такие холодные остывшие сгоревшие деревьяхи а потом менять осенило ёлопал это же ганимет и тут же всплыла коробка с принтером те кто давно меня смотрят я ругают аромат за то что он сильно холодный вы прям невозможно согреть я знаю что он в шлейфе комплементарен и его много кто любит но не знаю так он для меня безжизненный короче я почти уверен что это ганимет а если это не ганимет то возможно это его злой брат-близнец или наоборот добрый доппельгангер от эссеншел парфам сделанный тем же парфюмером как там буа империаль одно из двух но в единственное для ганимета мне показалось что он как-то тихо звучит может летняя жара его немножко прибило поэтому я вот думаю в сторону империаль хотя наверное у олеся скорее будет ганимет ну что вскрываем давайте пожелаем мне чтобы я хоть один аромат всего не угадал вы готовы ну что ж я считаю можно засчитать эссеншел парфамс буа империаль он действительно похож на ганимет но он потише по аккуратнее ганимет еще больше похож на коробку из-под принтера но все кто носит ганимет говорят что это просто король комплиментов а кстати немножко разгадать эту загадку мне помогла мама мама привет я знаю что ты смотришь тоже а она сказал что пахнет йодом и тогда у меня немножко переклинило в сторону ганимета пачули грейпфрут базилик сычуанский перец питалия окигала вот жор живут гаитянский ветивер актов эти ветивер приветики и амбро фикс короче химия на химии с химией вот такие были за тесты мне было интересно мне было прикольно анжелике варум тоже понравилось к сожалению в отличие от того типа вино ее мне не понравилось но я решил надо поэкспериментировать нужно взять хотя бы одну бутылку этого бренда все таки это их родной магазин и продавщица такая была хорошим надо попробовать есть люди они вот прям ходят за анжеликой и подумал ну анжелика надо взять больше не буду буду брать там хотел сказать нишевые вина ну какие-то знакомые проверенные винодельня все равно слушайте для ста с лишним километров от москвы и небольшого города найти магазин где продается куча хорошего русского винишка это тоже достижение а скорее побегу смотреть сколько там записалось минут потому что есть страх по-прежнему что камера не включена не представляю насколько я с вами наболтал за тесты с одной стороны их становится меньше нет неправильно скажу вроде бы как бы я их много снимаю должно становиться меньше но они продолжают приходить спасибо ребята и я никому не отказываю потому что я этот жанр обожаю а давайте раз уж у нас сегодня такое болтологическое видео я добавлю пару соображений про слепые за тест я вот думаю ну наверно всех достали господи у всех на канале они вышли все мы этими отливантами поменялись в духе рф выпустил все выпустили уже ну сколько можно и наверное вы все замучились их смотреть а потом я подумал слушать а ведь слепые за тесты это чистый жанр просто вот основа основ парфюмерного блога по сути что такое слепые за тесты это обзор вот сегодня шести ароматов про каждый из них мы поговорили я сказал свое мнение я их попробовал до плюс слепые за тесты добавляют немножко азарта приятно же смотреть как я проваливаю или как угадываю добавляет какой-то живости когда вдвоем мы с кем-нибудь это добавляет азарта да ну то есть это идеальный по сути жанр и смотрятся они неплохо вот поэтому я буду продолжать ребят я думаю ну что такое ну если вам надо идти от они вы же просто не будете их открывать я по просмотрам пойму что смотрите только вы денис армат и родителя ну ничего страшного тогда может быть решить меньше снимать но честно говоря пока не похоже вы мне кстати офигительно поддерживаете записывать больше видео спасибо большое напоминаю что ваши комментарии это просто огонь что-то я по десятому кругу одно и то же говорю давайте скорее прощаться обнимаю счастливо пока а Продолжение следует...